Волгодчина 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Это город Великий Устюг. И слово после видеоприветствия возьмет генеральный директор ведущего туроператора проекта Великий Устюг Родина Деда Мороза АО «Дед Мороз» Васильев Олег Александрович. Продолжение следует... И поверить в них всем сердцем. Вы готовы отправиться в сказочное летнее путешествие? Тогда поехали! Как только Водчина откроет резные ворота, вы окажетесь на тропе сказок. Здесь все волшебное. И лес, и зверушки, и даже стежки-дорожки, которые причудливо переплетаясь, выведут вас прямо к терему Деда Мороза. А пока вы до него добираетесь, жители сказочного леса не дадут вам скучать. Попробуйте разгадать неслыханные загадки, испытать себя в молодецких забавах, заглянуть в гости к самой Бабе Яге или обхитрить соловья-разбойника. Все у вас обязательно получится! Дом Дедушки Мороза Если вам нужно больше времени с самим Дедом Морозом, тогда отправляйтесь к нему на чаепитие. Не спеша обо всем побеседуете, секреты волшебного чая Деда Мороза разгадаете и чудо-вареньем угоститесь. Во владениях Деда Мороза сказка повсюду, в какую бы сторону вы ни отправились. Вот и на главной сцене Водчины в сказочном представлении происходят невероятные чудеса, в которых вы тоже примете участие. Стать частью сказки мечтают многие, поэтому на месте не стойте, играйте, веселитесь. Чтобы научиться совершать маленькие чудеса, скорее отправляйтесь на волшебные мастер-классы. Новогоднее чудо, зимняя фантазия, подарок для елочки. Или выбирайте любую игровую программу. Кованое чудо, шишкопрыг, забавы бабы жары, кладовая столярного мастерства. А если у вас имеется какой-то важный праздничный повод, то наша сказка готова и его превратить в волшебные события с сюрпризами и подарками. День рождения вместе с Дедом Морозом или сказочная свадебная церемония станут незабываемыми для вас и ваших друзей. Настоящее приключение ждут детей в летнем лагере отдыха, расположенном в непосредственной близости к доброму волшебнику. Но и это еще не все. В центре города Великий Устюг расположены уникальные сказочные объекты. Почта Деда Мороза – это место, куда слетаются письма от детей и взрослых со всего мира. Здесь вы узнаете, как правильно написать письмо, чтобы оно обязательно попало в руки Деда Мороза. Какие самые необыкновенные письма приходят в его адрес. Вы даже можете отправить в любую точку мира привет-открытку из Великого Устюга, родины Деда Мороза. А вот в Доме Моды Деда Мороза происходит другое волшебство. Именно здесь создаются невероятные красоты наряды для худесника. И вы сможете не только увидеть процесс волшебного шитья, но и примерить на себя образы сказочных помощников. Дом Моды Деда Мороза проводит выездные праздничные события, мастер-классы, игровые и театрализованные программы. Вот такая она – сказка Деда Мороза. И чтобы волшебная сказка стала вашим добрым другом, приезжайте к ней в гости. Знакомьтесь со всеми ее чудесами. А главный волшебник страны, Дедушка Мороз, ждет вас в любой день и час, в любое время года. До скорой встречи! Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, меня слышно и видно. По крайней мере, значки, которые наша техническая команда дает, показывают то, что так должно быть. Только что мы с вами все вместе посмотрели ролик главной российской сказки, вотчины Деда Мороза. И сам главный волшебник пригласил всех своих друзей, как это он делает ежегодно, к себе на вотчину. Как и вся страна, наверное, как и весь мир, конечно, сейчас в условиях пандемии Дедушке Морозу тоже непросто, он тоже находится в режиме самоизоляции. Но, тем не менее, мы очень надеемся, что в скором времени в Великий Устюг, в отчина Деда Мороза уже начнут принимать своих друзей. Сегодня я очень коротко, наверное, такими широкими мазками назову, какие же новые туристические проекты, туристические программы готов будет предложить Дед Мороз, готова будет предложить команда, работающая с ним. Для того, чтобы все те, кто сегодня нас видят и слышат, могли сориентироваться, что же нового, помимо традиционных вещей, ждет на вотчине сказочного волшебника. Во-первых, я хочу сказать о том, что в этом году, с учетом специфики, летний сезон, который тоже обычно проходит на вотчине очень насыщенно, немножко видоизменяется, поскольку мы планируем, что он начнется у нас после снятия третьей волны ограничений, то есть с 1 июля, надеемся, что мы начнем наш сезон традиционным летним отдыхом в детском оздоровительном лагере «Дружба», расположенном непосредственно на родине главного волшебника, непосредственно на вотчине. Сейчас заканчивается подготовительное мероприятие, это традиционный лагерь для детей, подростков с очень интересными, увлекательными программами, но, опять же, конечно, в условиях тех ограничений, которые действуют. Но, кроме этого, этим летом у нас стартуют, наверное, две программы, одна из них, которая является полностью новой, и вторая, которая, ну, частично она осуществлялась, но в этом году она приобретает более широкие масштабы. Ну, во-первых, программа, связанная с требованием на вотчине Деда Мороза, или, скажем так, проекты программ, которые непосредственно направлены на тех, кто занимается спортом. То есть, вотчина предлагает новый пакет услуг, она предлагает возможность юным спортсменам провести учебно-тренировочные сборы непосредственно на территории самой вотчины и использовать те спортивные объекты, которые расположены и в городе Великий Устюг. Хочу сказать о том, что, ну, мы на самом деле даже не ожидали, что у нас будет очень такой большой ажиотаж, такое большое количество заявок от спортсменов. К сожалению, мы не смогли удовлетворить их все, хотя у нас очень сильно, скажем так, просились представители из других регионов России, но вот пандемия наносит свои, значит, вносит свои коррективы, вернее сказать. А так, в этом году в отчина принимают хоккейные команды, благодаря тому, что, ну, все-таки в Устюге есть и Морозарена, а мы обеспечиваем прием команды для проведения полноценного и учебного-тренировочного процесса, и отдыха летнего для детей, размещения, проживания ребят прямо на отчине вместе со своими тренерами. Это хоккейные команды, это команды фигуристов, это команда борцов, и я должен сказать, что, понимая, что есть такой запрос, сегодня акционерное общество Дед Мороз поставило перед собой задачу, и я благодарен губернатору области Олегу Александровичу Кушинникову, то, что такая инициатива поддержана, о создании на территории отчины, на тех площадях, которые, на тех земельных площадях, которыми она обладает, создание большого учебно-тренировочного плоскостного комплекса для того, чтобы мы и в этом году, и в следующем году начинали принимать заявки уже в более расширенном масштабе. Поэтому открывается новое направление, спорт на отчине Деда Мороза, и мы надеемся, что оно безусловно будет востребовано, поскольку те уникальные и природные данные, и те возможности по проживанию, по организации питания, в целом по организации тренировочного процесса, на мой взгляд, будут оптимальны для проведения полноценных сборов для юных спортсменов. Второй же проект, который является абсолютно новым проектом для и в отчине Деда Мороза, и, наверное, в какой-то степени для Балагонского туристического сообщества, также был выдвинут по инициативе акционерного общества Дед Мороз, поддержан Департаментом культуры и туризма региона. Мы начинаем с 1 июля, ну, опять же, я говорю, при условии снятия ограничений, реализацию общеобластного проекта «Летнее путешествие к Деду Морозу». Смысл его в том, что акционерное общество предлагает всем ребятам, находящимся в организованном отдыхе, либо, наоборот, в неорганизованном, сформируя специальные экскурсионные группы из любого уголка Вологодщины на специально оборудованных комфортабельных автобусах акционерного общества посетить летом Водщину Деда Мороза в формате 2 дня, 1 ночь. Это насыщенная экскурсионная, игровая программа, это возможность, естественно, пообщаться с Дедом Морозом, это возможность посетить его дом, возможность посетить его городские объекты, такие как городская резиденция, дом моды Деда Мороза, почта Деда Мороза, ну и провести время не просто с пользой, но еще и интересно отдохнуть, активно отдохнуть, соблюдая те условия, на которые у нас накладывает эпидемиологическая ситуация. В настоящий момент фактически завершают программы все сверстаны, это экскурсионные, игровые программы. В настоящий момент завершается организационная подготовка вместе с органами власти в сфере образования, в сфере социальной защиты населения, ну и, конечно, в сфере культуры и туризма. Вот это 2 новых проекта на Водщине Деда Мороза летом текущего года. Но, конечно, самое главное это то, как Водщина готовится к основному своему зимнему сезону, когда самый большой поток туристов. Ну, в рамках короткого выступления рассказать все невозможно. Я хочу сказать о том, что вот с 5 июня стартовал сезон продаж. Мы в настоящий момент вот такой пакет в гости к Деду Морозу сезон 2020-2021 год презентовали. И коротко назову, что же ждет тех, кто решит посетить Водщину Деда Мороза, кто будет формировать туристические группы, то есть это наши партнеры-турагенты, туроператоры, просто индивидуальные туристы. Помимо традиционных пакетов программ, в настоящий момент мы к высокому сезону подготовили ряд новшеств. Не все я их сегодня назову, потому что все-таки должна остаться небольшая тайна. Главным будет являться пакетный тур «Сказка Деда Мороза», который представляет из себя посещение самой Водщины Деда Мороза, путешествие по тропе сказок, экскурсию по дому Деда Мороза, встречу с главным волшебником. Ну и тот набор дополнительных программ, которые предлагаются непосредственно на территории самой Водщины. Это ряд мастер-классов «Новогоднее чудо», «Подарок для елочки», «Зимняя фантазия». Они рассчитаны на разные категории туристов, на роднодетского туриста, на семейного туриста, на организованные туристические группы разных возрастов. Это игровые программы, связанные с помощниками Деда Мороза, с его друзьями. Ну, например, такая игровая программа, она традиционная, она проводится у «Чудо-печки», «Забавы, бабы, жары». Игровая программа «Шишка-прыг», которую очень любят маленькие дети, примет гостей на Водщине и те подразделения, если можно так сказать, Дедушки Мороза, которые очень любят наши экскурсанты, наши посетители. Это кузница Деда Мороза с экскурсионной программой «Кованое чудо», это столярная мастерская, кладовая столярного ремесла и ряд других. Ну, мы живем все с вами в современном мире, и поэтому Дедушке Морозу не чужды такие понятия, как игровые квесты, поэтому подготовлены новые программы, это фото-квест, квест «Избушка-разморозка» и несколько других. Мы будем предлагать в этом сезоне индивидуальные мастер-классы, индивидуальные программы для тех, кто привез с собой своих маленьких туристов, то есть для родителей. Например, игровая программа для пап «Бьем баклуши», индивидуальный мастер-класс, вернее, правильнее сказать. Это программа в столярной мастерской, когда каждый папа может изготовить для своего маленького туриста, ребенка, баклушу, узнать, что это такое, как она делается. Кроме этого, кроме самой резиденции, кроме самой Вочины, конечно, будут предлагать новые проекты, новые программы и городские объекты Деда Мороза. Это городская резиденция Деда Мороза, которая, я надеюсь, в этом сезоне будет выглядеть по-другому, будет представлена в обновленном виде. Это традиционно уже, которая пользуется очень большой популярностью, мастер-классы по изготовлению сувениров из бересты, по изготовлению рождественских игрушек-ангелов. Ну и, кроме того, новые виды, это виртуальная экскурсия, сказочный полет над Устюгом и многое-многое другое. Традиционно большим популярностью у нас пользуются большим спросом для туристов, пользуются дом моды Деда Мороза, который тоже обновляется, обновлят содержание своих программ, обновляться будет, естественно, его внешний вид и внутреннее убранство. В качестве главных программ летом на сегодняшний момент мы предлагаем экскурсионную программу «Швейное царство окружевное государство», где посетители могут познакомиться с тем сказочным миром моды, костюмов и самого Деда Мороза и его помощников. Ну а для высокого сезона мы будем предлагать набор новых программ. Это модная сказка Деда Мороза, основная программа, которая более интересна, наверное, будет посетителям всем. Ну и, конечно, индивидуальные интерактивные программы, где посетители могут почувствовать себя и в качестве модельера, и в качестве художника, ну и в качестве модели даже, предложив им поучаствовать в программе на примерку с Дедом Морозом. Почта Деда Мороза в этом году будет предлагать не только знакомство с традиционным миром почты, почтовой открытки, писем Деду Морозу от него, но и новых помощников в новых игровых программах, таких как «Квест. Потеряно письмо», тематическая экскурсия об истории новогодной открытки в 20 веке и многое другое. Поэтому, уважаемые коллеги, «Водчина Деда Мороза», «Сам Дед Мороз» все ждут открытия и летнего, и, конечно, зимнего сезона, все ждут в гости своих друзей. Мы надеемся, что тяжелые времена не нуют для всех. Добро пожаловать в Великий Устюг, добро пожаловать в сказку, добро пожаловать в гости к Деду Морозу. Спасибо. Спасибо, Олег Александрович. Вам хорошего сезона и ждем вас на наших мероприятиях осенью с анонсом уже зимних программ и дня рождения Деда Мороза. Ну а наша птичка «Душа» летит дальше, и прилетела она в музей под открытым небом Семенкова. И слово после видеоприветствия я передаю Киршиной Наталье Олеговне, директору музея Семенкова. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в Архитектурно-этнографическом музее Вологодской области Семенково. Предлагаем погрузиться в мир русско-северной деревни в конце 19-го, начало 20-го веков. Семенково-этнографическом музее Семенково-этнографическом музее «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok